Впервые в мире 16 борцов со всей Украины сойдутся в бескомпромиссных поединках по бразильскому джиу-джитсу в ги и ноу-ги в рамках реалити-шоу Львы ТМС. Миссия – досрочная победа в каждой схватке. Цель – стать чемпионом проекта. Их наставниками станут черные пояса по бразильскому джиу-джитсу Евгений Скирда и Виктор Горбовский. Это Львы ТМС, и мы начинаем. В этом выпуске Львы ТМС. Перед финалом нашего проекта вас ждет потрясающая новость – турнир Wall to Wall. Два тренера, две команды и шанс снова показать себя тем ребятам, которые выбыли из проекта. Таких эмоций вы еще не видели. Делай, делай! Делай! Ломай, 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 крутись! Ломай, 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 хорош! Львы ТМС. Украинский прайд. Львы ТМС. ЛОЙ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 нашего проекта ребята которые в весе хотя же не говорит что у нас вес не играет роли но я ему покажу как у нас вес сыграет роль потому что наша стратегия рассчитана на такой сначала мы за бомбим весом а потом уже будем растягивать всех по технику поэтому то что может быть же не нас говорил это неправда ребята у нас все получится в любом случае стратегия хорошая поэтому верим себя так давайте доники с ковра начинается ну в принципе мы уже все уже отработали разогрелись вы там перекачались уже да теперь хоть на обход по растягиваться до очищаем пространство потому что ладно ребят пошли в трухе скажу на только вас убрала эти кабаны мы пойдем уже отдыхать а вы как раз будете устава опаситесь мази обязательно дикла финаком там это вам все пригодится лед тоже закажите на баре чтобы на вечер да нормально там и закажем лед чтобы а тебе вообще тренер надо будет по-любому что-то покрепче после такого стресса это ха ха сто процентов здесь где она поработает давайте разомнёмся вернулись мы в зал выгнали этих мешков наших оппонентов которые нас ждут вечером тактика у нас простая мы одного из ребят поставим наверно самого младшего он четверых уберет поиск над последним так немножко поиздеваемся на камеру все давайте давайте держимся пишем носом пишем носом пишем носом wen помните см что такое проект wall to wall состязания ну фактически двух команд в котором в которых участники по 5 борцов и в данном проекте мы разделили команды по двум тренерам это у нас евгений скирда и виктор горбовский которые выбрали себе участников две команды ну посмотрим чьи же спортсмены победят сегодня о том что я буду как тренер участвовать в этом турнире я узнал за сутки до его начала и в команде которая буду представлять 4 парня из разных регионов только один мой ученик а что это значит что вот эта четверка которая с разных городов с разных клубов мне нужно за короткий период найти к ним подход понять как их правильно настроить на встречу технически им дать правильные установки тактически то есть это будет очень интересно и мне самому важно и интересно как я справлюсь я думаю самое интересное будет то то как наши тренера выберут стратегии почему потому что в данном формате как я говорил может быть более сильный спортсмен он может вылететь в середине или в начале поэтому здесь тактика и стратегия будет зависеть от тренеров как они расставят ребят выход 1 2 3 4 5 почему потому что список спортсменов подается до начала турнира и менять выход спортсменов на ковер уже тренер не имеет права моя стратегия сложилась так что изначально я подумал что возьму самого крупного влада ярущика и поставлю первым чтобы он всех повыносил насколько его хватит так как я видел предыдущие проекты и думал что пусть он будет пойдет танком и всех можно сказать под подломает но так как бразильская джиу-джитсу в нем особо не играет роль рост и вес играет техническая база тем более на таком уровне ребята все сильные все мощные у меня получилась такая фишечка один крупный у нас богдан мирошниченко 2 у нас получается ли асюк чуть поменьше 3 серега федоров у нас покрупнее четвертый у нас анатолий разводовский он тоже немного по весу небольшой и 5 у нас влад ярощук он является танком нашей команды если вдруг пойдет какая стратегия не так то влад скорее всего сможет задавить и физически и технически команду жене в любом случае not my 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 предположение что у нас очень хороший подбор спортсменов в нашей команде но в целом стратегия такая в первой встрече я хочу вывести спортсмена который моложе всех которые лучше всех дышит у него хорошая функционалка это будет 3 косовский ему 17 лет и так как мы имеем две минуты перерыва между схватками у него будет стоять задача заканчивать своего оппонента досрочно прессинговать использовать свою так сказать молодость и вас восстанавливаться он будет быстро восстанавливаться я думаю что мы постараемся хотя бы три оппонента чтобы он снял проекта и дальше уже добьем я думаю он возможно и он всех пятерых уберет но там уже если один останется то остальные четыре справится добрый вечер в рамках проекта kms lines мы начинаем турнир wall to wall и я хочу представить ставы команд команду горбовские и кирдовский тренеры сбросили список очередности выхода спортсменов на ковер и так команда горбовский богдан мирошниченко команда евгения скирды красовский сергей вторым виктор выбрал или я гасюк команда евгения москаленко сергей команда горбовский сергей федоров евгений скирда выбрал таты пасян петр следующий в команде виктора анатолий разводовский евгения стасев виталий и заключать поединке будет у виктора влад я расчу и последним в команде евгения ищук андрей wall to wall наш любимый формат командного грэплинга на выбывание пять борцов от каждой команды проигравший выбывает все просто всем привет это львы тмс ваш комментатор я не спогнали борцы на середину пожали руки желаю удачи время начали погнали смотрим наша первая схватка wall to wall double guard pull кроссовский подползает куда-то к ногам мирошниченко мирошниченко хватает его правую ногу может быть будет делать болевой да да пытается сделать ахилл это сделать у него не получается красовский выкручивается окей что ж конечно не так легко сломать такого опытного пацана красовский встает мирошниченко подползает под него красовский пытается пройти гард что же из этого выйдет борцы хитро сплели свои тела но я думаю что все таки будет атака на ногу да атака на ногу от мирошниченко но нет бедро там не законтролировано рычага колена или чего-то еще не будет мирошниченко тоже таки имеет планы на атаку но красовского сейчас достаточно плотный узел завязан у господ борцов каких-то атак вроде бы такое положение не предвещает и снова у нас обоюдная позиция охота за ногами с обеих сторон идет красовский помещает свои ноги вовнутрь да правильно для болевых на ноги нужно чтобы ваши ноги находились внутри ног оппонента вязкой у нас борьба и вот красовский пытается выйти на хилл мирошниченко выкручивается а вот кстати там есть контроль бедра и сейчас наверное рычаг колена потянет красовский нет подходящего угла у красовского так вот через свою шею пытается провести рычаг колена красовский вот сейчас кстати возможно угол подходящий будет нет мирошниченко не дает свою ногу сломать достаточно плотно закрепился там красовский растягивает ногу мирошниченко нет пока еще нужного угла для рычага колена но пытается его найти для себя красовский и сдача стучит богдан мирошниченко первая победа рычагом колена быстро четко от сергея красовского браво в этой схватке победу одержал скорее красовский остается на ковре следующих командах две минуты отдыха на схватку приглашается илья гасюк борцы на средину пожали руки желаю удачи время начали мирошниченко вылетает на его замену встает илья гасюк ну сразу спартера начинают борцы красовский подползает под гасюка берем более того пытается перевернуть или не получится перевернуть у нас илья гасюк то на самом деле один из главных логлокеров на этом турнире хватает ногу красовского там сейчас кажется идет ахилл но не особенно плотный красовский сдаваться не собирается есть захват у гасюка но нет достаточного контроля корпуса или бедра для того чтобы сделать болевой не думаю что сейчас что-то пойдет а красовский свою очередь пытается скрутить стопу илья гасюку не получается у него это сделать там тоже опять же нет никакого контроля заруба на ногах продолжается опасных захватов ни у кого нет он вот сейчас кажется законтролировал неплохо ногу оппонента сергей красовский гасюк вытягивает ногу красовского на рычаг колена но само колено заблокировано не было гасюк или красовский кто круче по болевым на ноги очень сложный узел из ног у нас сейчас завязан красовский хватает ахилл левой ноги своего оппонента будет видимо его тянуть нет легко освобождает свою ногу илья гасюк красовский опять тянет ногу на рычаг колена вот сейчас есть неплохой захват почти что есть контроль бедра и колена соперника делает рычаг колена сергей красовский неплохо у него это получается но не видно отсюда законтролирован али колена мне кажется там нет контроля колена гасюк будет контратаковать сейчас скручиваем стопы но очень неудобно ему это делать из такого положения у красовского тоже не получается его болевой прием и он делает tay ôl свой скручивание стопы от красовского пойдет ли крутиться илья гасюк нет скручивания стопы не идет окей какие еще козыри припасены у обоих друг для друга было бы неплохо скрутить пятку мне кажется думает сейчас сергей красовский но но делать этого нельзя на нашем турнире гасюк от ползает от соперника никаких опасных позиций для обоих сейчас нету ну и собственно наш узел расцепляется ну так более-менее красовский заходит на правый хил соперника теперь заходит на левую ногу снова на зарубы на ногах пытается что-то провернуть с правой ногой красовского илья гасюк ни у одного ни у другого нет преимущества достаточно равная техничная борьба у нас самого начала раунда идет и вот сейчас у гасюка есть контроль правого бедра сергея красовского что из этого получится красовский встает на ноги возможно будет проходить гард сейчас для этого сначала надо освободить свою ногу обоюдный ахилл возможно будут тянуть спортсмены красовский тянет нет не хочет он дальше продолжать эту зарубу по ахиллам захват остается у лига сюка может быть он будет тянуть ахилл встает красовский явно хочет расцепить ноги гасюка возможно пройти его гард лебята атаковать каким-то своим болевым захвату гасюка как бы есть но не сказать что он особенно опасный подкручивается вот сейчас он под красовского пытается законтролировать как-то более качественно его правую ногу подкручивается под него будет ронять может быть как-то свиповать сейчас соперника красовский встает красовский свои ноги не дает в обиду сам встает будет проходить сейчас guard тянет сам ахилл сергея красовский да все-таки обоюдный Ахилл, хотя нога Красовским не законтролирована. У Гасюка контроль никакой-никакой есть, но не могу сказать, что этот контроль ультимативен. Красовский на ногах. Расцепляет ноги соперника, садится на него буквально сверху, плюхается так. И вот теперь сверху уже Гасюк. Будет ли продолжать тянуть Ахилл? Нет, пытается встать Гасюк, вывернуться из этого захвата, что у него, в общем-то, получается. Хватает ногу Красовского. А у Красовского тоже есть захват. И Красовский тоже будет тянуть Ахилл. Да что сегодня такое происходит? Какая-то просто феерия заруб по болевым на ноги. Красовский отталкивает своего соперника. Тянет Ахилл Красовский. Гасюку сейчас явно-таки больно. Он пока не сдается. Прокручивается. Спасает свою ногу. Окей. Что ж, прекрасно вышел Илья Гасюк. Сейчас борцов переместят в центр ковра. И я так понимаю, что наша заруба по болевым на ноги продолжится. Готов? Начали. Начинаем со стойки. Ну, я надеюсь, сразу пойдем в партер, да? Илья Гасюк прыгает под своего оппонента. И, кстати, сразу получается отконтролять. Красовский-то у нас умелец в позиционную борьбу. Контролирует сейчас своего оппонента. Есть захват под шею у него. Гасюк не дает продвинуться дальше. Пытается восстановить гард. Мастит. Не получается скинуть Красовского. А вот таки получилось. И сам контратакует болевым на ногу. Красовский заправляет Ахилл. Тянет Ахилл. Прокручивается Илья Гасюк. Нет, я думаю, его нога сейчас в безопасности. Ахилл там не пойдет. Может попробовать забрать спину отсюда Илья Гасюк? Попробуй локоточек его. Вытащи ногу. Нога все еще захвачена Красовским. Он пытается ее растянуть. Но из такого положения это сделать, конечно, очень сложно. Все своим весом давят Илья Гасюк сверху. Я думаю, все-таки он раскатает Красовского. Несмотря на то, что Красовский весит больше. Илья раскатывает соперника. Да, контролирует его сверху. Но пока нет никакой позиции. Надо проходить гард. Надо занимать позицию. Либо сайт, либо пытаться взять спину. Гасюк пока что плотно вжался в своего соперника. Красовский не дает ему пройти. Подкручивается и сам сейчас будет атаковать. Смотрите, скручивание стопы пошло от Сергея Красовского. Ну нет, не идет там скручивание стопы. Гасюк достаточно легко освобождает свою ногу. Снова обоюдная позиция у нас. 50-50. Очень тяжелая для обоих вязкая борьба. Кто же выйдет победителем из этого вязкого, тягучего замеса? Развернись на свою левую сторону. Развернись наверх. Так, хорошо. Есть контроль ноги для Ильи Гасюка. Он сейчас сваливает своего соперника. Евгений Скирда что-то очень активно подсказывает спортсмену из своей команды. Гасюк сверху. Надо как-то освобождать свои ноги для того, чтобы проходить гард, ну, либо делать прием. Снова подмышку укладывает ногу соперника. Обоюдно ахилл. Красовский тянет ахилл. Тянет, тянет ахилл Сергей Красовский. Мы уже видели, как он это умеет делать. Но Гасюк не промах. Гасюк умеет защищаться от болевых на ноги. Сам пытается сделать свой ахилл. Красовский этого сделать не дает, конечно же. Нога ему еще пригодится. Всего 17 лет этому парню. Скидывает ноги. И снова проходит гард Гасюка. Сейчас есть колено на животе для Красовского. Контролит сверху. Переходит в север-юг. Вот это достаточно неприятная позиция для Ильи Гасюка. Осталось минута 13 секунд. До конца основного времени раунда. Красовский пытается улучшить свою позицию. Ну, либо хотя бы зафиксировать ту, что есть. Переходит в север-юг. Сейчас он, кстати, будет атаковать руку. Атакует руку Кимурой. Сергей Красовский. Вау, какой хороший захват есть на шее. Есть атака Кимурой. Но Илья Гасюк выкручивается из этого неприятнейшего положения. Правда, захват руки там сохраняется. Но я уже не думаю, что отсюда может пойти Кимура. Да. Гасюк оказывается сверху. Надо освобождать руку. Забирает спину. Либо сразу атаковать ноги. Выходит наверх Илья Гасюк. Что он будет делать из этой позиции? Будет пытаться пробраться в маунт. Но там есть щит Сергея Красовского. Пройти его будет непросто. Раскатывает пока что Илья Гасюк соперника. Проходит. Проходит в сайт-контроль. Практически зафиксировал его уже Илья Гасюк. Надо выходить отсюда Красовскому. Да, он мастит. Выходит в черепаху. Но Гасюк продолжает его контролировать. Красовский все-таки выкручивается из этого положения. Переходит наверх. Теперь он в закрытом гарде у Ильи Гасюка. 6, 5, 4. Я думаю, что основное время этой схватки закончится в ничью. Ну и, собственно говоря, в основное время ничья. И по нашим правилам стенка на стенку дропаются оба. А в этой схватке ничья. По правилам wall-to-wall покидают оба. На ковер приглашаются следующие спортсмены по списку. На ковер приглашаются Сергей Федоров и Сергей Москаленко. Борьки на середину. Пожали руки. Желаю удачи. Время. Поехали. Федоров против Москаленко. Ну, давайте с партера начнем сразу, господа. Федоров предлагает это сделать. Москаленко как-то как будто бы против. Ну, окей. Он, значит, будет проходить гард. Подъезжает Федоров под Москаленко. Пытается законтролировать ноги. Будет атаковать ноги. А в то время Москаленко контратакой гильотиной. Она у него не получается. Сверху Федоров. Москаленко пока нам не дает повода усомниться в том, что его гард не будет пройден. Окей. Встает Федоров. Будет проходить гард с ног. Давайте посмотрим, как у него это получится. Пока получается не очень. Москаленко защищается достаточно уверенно. И так как у нас формат сабмишин онли, от обоих я бы ждал попытки болевых, ну, буквально-таки в каждую секунду этого поединка. Сергей Федоров прихватывает ноги. Пытается обойти гард, сбросив ноги в бок. Не получается у него это сделать. Так можно и завязнуть в гарде и выхватить, собственно, какую-нибудь болячку. Опасно, опасно. Динамика схватки достаточно высокая. Оба хотят победить. И это, конечно же, на руку нам, зрителям. Подуспокоилась немного схватка. Каждый ищет свой захват. Каждый сейчас придумывает, как же обмануть соперника. Прихватывает ногу Сергея Москаленко. Прихватывает шею. Ребята, продолжайте активно. Федоров делает кимура ролл. Есть у него захват на руке. Позиции, правда, какой-то хорошей нет. У него захват на руке сохраняется. Москаленко встает и схватка продолжится в стойке. Или нет? Ну, я-то, конечно, надеюсь, что нет. Ну, зачем бороться в стойке? У нас тут сабмишин онли. Хотя схваток в стойке мы здесь видели достаточно мало. Почему бы не повозиться парням в стойке? Давайте посмотрим, как они это умеют делать. Все-таки пулит гард Федоров. Москаленко сверху. Теперь он будет проходить. Прыгает сразу Москаленко. То ли на треугольник, то ли на рычаг. Но Федоров поймал его ногу и будет сейчас атаковать. Легко достаточно выкручивается Москаленко. Федоров продолжает попытки прихватывать ноги Москаленко. Встает на ноги. Как-то прямо бодает своего соперника. Блин, да что происходит в этой схватке? Продавливает Сергей Федоров оппонента. Своё колено вставил между ног. Будет продавливать гард с помощью этого колена. Но там скрестил ноги Сергея Москаленко. Не представляю, как продавить такую защиту. Остановка. Продолжается аналогичная заруба. Каждый охотится за ногами оппонента. Гард здесь проходить, как оказывается, совсем не модно. Встает Сергей Федоров. Хватает ноги Москаленко. Ну что, проход гарда. Либо полевой. Вновь ломится буквально-таки в гард Сергея Москаленко и Сергея Федоров. И ему удается его пройти. Посмотрите, есть сайт контроля у Федорова. Очень интересно. Что ж, ждем теперь от него атаки. Фиксация позиции есть. Окей, но баллы мы здесь не получаем за позиции. Нужна атака. Нужна атака, Сергей. Да, да. Пока что раскатывает своего оппонента. Фиксирует позицию, чтобы более уверенно себя чувствовать. Очень плотно сейчас держит Федоров Москаленко. Уже можно давай. Колено на живот пытается поставить. Федоров не дает этого сделать Москаленко и всеми своими движениями показывает, что в любой момент он свалит, как только Федоров допустит оплошность. Но Федорову-то позицию надо улучшать, либо как-то заходить на прием. Так что в любом случае мы должны увидеть риск и форсирование событий именно от него. Вот пытается перевернуть его Сергей Москаленко. Ну, не получается. Но в итоге восстанавливает гард Москаленко. Складка переносится в центр ковра. Снова достаточно равная у нас и техничная складка. Победить может как один, так и второй. И Монари Ролот, Сергей Москаленко. И есть, кстати, там неплохой захват на ноге. Вполне возможно, что сейчас эту ногу будет атаковать Сергей Москаленко. Но Федоров его сразу раскатывает. Ногу свою в обиду не дает. И вот Федоров наверху. Там есть халфгард у Москаленко, который Федорову нужно проходить. Лезет за андерхуком, чтобы пройти халфгард Сергей Федоров. Очень плотная у нас борьба. Есть сайт-контроль для Сергея Федорова. Нужна атака. Нужна атака, Сергей. Москаленко вставляет руки между собой и Федоровым. Не дает тому прижаться. Арбитр останавливает схватку и дает устное замечание Сергею Федорову за пассивность. Нужно атаковать. Да, получил сайт-контроль атаку. И, возможно, пойдет сейчас на левую руку Сергей Москаленко-Федоров. Москаленко это сделать не дает. Отжимается в фрейме своего оппонента. И снова восстанавливает гард. Снова у нас обоюдо-ячейная позиция. Наверху Федоров, снизу Москаленко. Москаленко у нас умеет выманарий ролл. Может быть, увидим мы его еще раз. Пытается пройти в ноги с колен таким вот образом Москаленко. У него это сделать не получается. Федоров атакует, но неждан от Москаленко может прийти в любую секунду. Например, вот такой. Смотрите, атакует рычагом локтя Сергея Москаленко. Федоров защищается. Комбинирует приемы Сергея Москаленко. Идет на скручивание стопы. И там неплохой захват. Кстати, на стопе крутится Федоров и сдается. Отлично. Просто великолепная победа для Сергея Москаленко. Именно атаковал своего соперника. Именно в тот момент, когда тот пытался пройти гард. Всего два борца осталось в команде Виктора Горбовского. И в следующем в битву пойдет Анатолий Разводовский. Борцы на середину. Пожали руки. Слушаем мои команды. Желаю удачи. Время. Начали. Разводовский выглядит поменьше своего оппонента. Пулит гард. Садится. Подтягивается к Сергею Москаленко. Москаленко сразу прыгает в маунт. Вау. Как он занял эту позицию великолепно. Будет атаковать, конечно же. Пытает заправить изи киллера. Что-то в этом духе. Мастит активно Анатолий Разводовский. Но Москаленко просто вдавливает его в ковер. Не дает ему скинуть себя. Но все-таки очередным мощным таким мостом Разводовскому удается перевернуть своего оппонента. Но хорошо ли это для него? Закрыт гард на корпусе Анатолия Разводовского. Что умеет делать из закрытого гарда Сергей Москаленко? Сейчас посмотрим. Разводовский встает. Будет счищать с себя Москаленко. Но не дает ему остраниться от себя Сергей Москаленко. Снова кладет того на пол. Ноги закрыты. Но скоро эти ноги Сергея будут придумывать атаки. Скриньте. Оверхуком заблокировал правое плечо оппонента Москаленко. Сейчас пытается накинуть треугольник. И есть, нам кажется. Да, прекрасно накинутый треугольник. Закрывает. Закрывает его Сергей Москаленко. Сейчас будет подкручиваться под левое бедро. Подкручивается. Мне кажется, все, некуда деваться Анатолию Разводовскому. Сейчас он постучит. Да. Это сдача. Сергей Москаленко выбивает уже второго оппонента из команды соперников. Ну, браво, что можно сказать. Анатолий Разводовский, поеда Астаренко. Две минуты. Четыре против одного. Возможно, интрига в командном поединке уже снята. Но как проявит себе Влад Ярощук? Он достаточно крупный. Он очень техничный. Мы это уже наблюдали. Подползает под Москаленко. Прекрасно выходит на ногу. И сейчас, мне кажется, он вытянет этот Нибар просто за считанные секунды. Отлично зашел на болевой на ногу. Москаленко выкручивается. Не дает сломать себе ногу. Кто бы хотел, дай сломать себе ногу. Окей, первый кавалерийский наскок Владислава Ярощука не удался. Но вот, может быть, удастся этот. Нет, снова вытягивает свою ногу Москаленко. Не дает заблокировать. В болевых на ноги Ярощук явно-таки шарит. Борцы на середину. Какой заход прекрасный был у Владислава Ярощука. Просто заглядение же в самом начале раунда. Посмотрим, какие еще заходы на болевые на ноги. У него есть профессионалия. Встает Ярощук. Вот заход и от Сергея Москаленко. Но я думаю, будет вести эту схватку именно он. Потому что, как минимум, он свежий. А Москаленко проводит уже третью для себя схватку. Плюс Ярощук потяжелее. Пытается пройти гард. Ставит колено на живот. Гард пройден. Есть сайт-контроль. Отлично. Что дальше будет делать Ярощук? Очень жестко контролирует своего соперника. Явно-таки физически сильнее он, чем Сергей Москаленко. Пытается заправить крюк. Не дает это сделать Москаленко. Есть плотный ситбелт. Есть один крюк. Сейчас будет и второй. Может быть, сразу будет треугольник на корпусе. Второй крюк есть. Будет атаковать шею. Есть. Рука под шеей. Стучит Москаленко. Ну, конечно. Сдается. Ну, а как тут не сдаться? Победу держал Влад Ярощук. Две минуты. На ковер приглашается Петр Татавасян. Петр Татавасян. Следующий из команды Евгения Скирды. Сразу пулит гард Ярощук. Будет охотиться за ногами. Я прям вот в этом уверен абсолютно. Хватает правую ногу. Заходит на нее. Не дает это сделать Татавасян. Все понимает. Да, конечно же, опытный борец Петр Татавасян. Что ни говори. Раскатывает соперника. Будет сейчас проходить гард. Продавливать его. Пока что идет у нас война за захваты. Ярощук берет андерхук. Не особо это что-то ему дало. Откручивается и выходит опять на ногу Владислав Ярощук. Вау. Что вообще творит этот парень с повязкой? У которого, кстати, спала сейчас повязка. Но на ногу-то он зашел. Сейчас потянет рычаг колено. Смотрите, идет рычаг колено. Там очень неплохая позиция. Выкрутится ли Татавасян? Татавасян прокручивает свою ногу, да. Но там захват остался на бедре. Тянет рычаг колено. Тянет рычаг колено Владислав Ярощук. Не получается у него это сделать. Татавасян защищается от скручивания стопы. Скручивание стопы пошло, да. Владислав Ярощук выбивает уже второго борца из команды соперника. Победу одержал Влад Ярощук. Две минуты. Ну что ж, осталось-то всего двое. Может быть, совершит эйс Владислав Ярощук. Следующий соперник Ярощука Виталий Стайсев. И опять есть разница в весе. Стайсев работает сверху. Ярощук снизу. Вот он заблокировал правую ногу. Сейчас он будет ее выдергивать наверх. Подползать под нее, чтобы выйти на рычаг. Либо на какой-то другой болевой прием на ногу. Не вижу, какой там есть захват у Ярощука. Нет, никакого нет. Стайсев сверху. Прижимает голову соперника. Будет, наверное, как-то его обходить. Но продета левая нога между бедер соперника у Владислава Ярощука. Из этой позиции можно много чего сделать. Заходит снова на правую ногу Ярощук. Но сразу же прыгает с захватом на гильотину Виталия Стайсева. И вот Ярощук оказывается сверху. Да еще и в сайт контроля после всех этих перипетий. Атакует руку. Будет атака правой руки. И сейчас Стайсеву нужно спасать свою руку. Захвата нет. Но есть позиция северо-юг для Владислава Ярощука. Будет атаковать эту же руку. Нет. Отказался от этой идеи. Контролирует пока просто Владислав Ярощук. Но, конечно же, в самые ближайшие секунды мы будем ждать от него атаки. Восстанавливает гард Виталий Стайсев. Встает. И вновь у нас обоюдная позиция. И мы ждем от Владислава Ярощука атаки на ноги. А от Виталия Стайсева, наверное, прохода гарда. Ну, или как минимум защита от этих болевых на ноги. Устал наверняка Владислав Ярощук. Уже далеко не первая схватка, в отличие от Стайсева для него. Прихватывает правую ногу Ярощук. Стайсев кладет ее на пол. Сразу не дает поднять. Есть андерхук Владислава Ярощука. Ярощук выходит наверх. Что там происходит? И вот он уже заходит на рычаг колена. Не видно было, как он зашел на этот рычаг. Но рычаг колена есть. Плотный рычаг колена стучит. Виталий Стайсев. И это третья, третья, блин, победа подряд для Владислава Ярощука. И он буквально в шаге от того, чтобы выбить четверых борцов из команды оппонента. Да что творить, чел в белой бандане? Вы только посмотрите. Остался последний. Это Андрей Ищук. Тоже, знаете ли, любитель подкручивать ножки. Пожали руки. По углам. Время. Начали. Финальная схватка. Осталось только двое. Влад Ярощук против Андрея Ищука. И сразу Ищук подкручивается на ногу. Пытается законтролировать ногу Владислава, чтобы сделать рычаг колена. Владислав тоже умеет болевые на ноги. Конечно же, мы это наблюдали уже не раз сегодня. Он сегодня защищает свою ногу. И здесь-то я уж уверен, будет заруба на ногах. Как, в общем-то, и в большинстве предыдущих схваток. А вообще, были сегодня у нас схватки, которые закончились не болевым на ноги? Напишите об этом в комменты. Сваливает Андрея Владислав Ярощук. Он находится сверху сейчас. Будет проходить гард? Да нет, не будет, конечно. Будет атаковать ноги. Мы все это с вами знаем. Ищук тоже не дурак. В смысле, поатаковать ноги. Оп. Влад. Это замечание. Продолжаем. Финальная схватка. И ждем мы от нее финального напряжения. Подкручивается Андрей Ищук на ногу. Не видно отсюда, что там происходит. Нет у него особенного захвата. Он раскатан. Владислав Ярощук в итоге получает сайт-контроль. Прекрасно. Видели мы уже, как работает Ярощук с сайт-контроля. Посмотрим, что будет на этот раз. Пытается восстановить гард Андрей Ищук. Плотно очень прихватывает своего соперника Владислав Ярощук. Идет под шеей. Может быть, сейчас будет пытаться закрыть Дарс отсюда. Нет, Дарс он не закрывает. Есть колено на животе. Но рука-то все еще под плечом. Из колено на животе переходит в маунт. Владислав Ярощук опасная ситуация для Андрея Ищука. Посмотрим, что будет делать Влад с позиции маунт. Нужна какая-то атака. Есть андерхук. Ищет второй андерхук Владислав Ярощук. Подпазает ближе к голове Владислав Ярощук. Будет сейчас какая-то атака от него. Забрасывает ногу. Рычаг локтя. Рычаг локтя тянет Владислав Ярощук. И один выигрывает практически всю команду Евгения Скирды. Вау! Вот это просто невероятное выступление. Давай, давай, Алле, давай. Раз, два. Бросайте. Борцы на середину. А в этой схватке победу езжал Влад Ярощук. И командная победа. Горбовский. И в командном зачете победу одержала команда Горбовский. То, что мне пришлось бороться четверых, я, конечно, не рассчитывал, но я понимал, что может так случиться, что мне придется бороться против двух или даже против трех соперников. В принципе, я морально к этому был готов абсолютно, и для меня поединки проходили в нормальном, спокойном ключе. Мне очень понравилась схватка Сергея Красовского и Ильи Гостюка. Они реально показали очень хорошую техническую борьбу. Илья в какой-то момент понял, что он уже не сможет засубмитить Серегу. Ну, тут опять-таки команда на команду, здесь тактика играет и просто работал на то, чтобы его выбить. Несколько раз Красовский заходил ему на хороший платный садмишин, но Илья на морально-волевых выходил с них, терпел. Действительно, это схватка, которая мне очень понравилась, которая, честно, я бы смотрел даже стоя, если бы диван стоял бы чуть дальше. Спасибо моему тренеру за моральный настрой, спасибо другому моему тренеру Артему Дворанскому, что не поехал со мной. Это вдруг он был бы в команде соперников, это было бы очень тяжело уже его засубмитить. Это очень круто, что мы здесь собрались и смогли провести вот такую вот работу. Желаю ТМС дальнейшего роста и развития. На каком-то этапе, когда Сергей Красновский начал выигрывать одного, второго, я немного начал паниковать, думаю, ну, я понимал техническую базу Сергея. Когда он стал бороться с Ильей, они, оказывается, боролись на некоторых схватках на чемпионатах Украины и иногда Илья выигрывал, иногда Сергей выигрывал. И вот это сыграло ключевую психологическую роль в борьбе с Сергеем и Ильей. Да, но во второй схватке не получилось, то есть, не знаю, Сергей, что ли, не настроился, он встретился с соперником Ильей Госяком, Илья очень грамотно работал и видно, я не знаю, была ли такая тактика, но видно было, что он в основном работал в защите, видимо, чтобы довести схватку до ничей больше, чтобы выбить Сергея. Так как вошел Сергей Москаленко с команды ребят, получилось, что он выбил одного, второго и, в принципе, у нас оставался один Влад и четыре оппонента с той командой. Вся сила пошла на Влада. Он сделал очень хороший ход, он не стал выдерживать какие-то паузы, удерживать ребят, сушить схватку. Он пошел на сабмишин и сделал правильный выбор. Сделал первый сабмишин, второй, третий, ну и, в принципе, четвертый и вывел нашу команду в финал, и мы победили. В целом, вот такой формат, я первый раз в нем принимал участие, это неожиданно для нас было в рамках проекта Львы ТМС, предложили провести. Формат очень крутой, конечно, мне бы хотелось принять участие, именно привести свою команду, отобрать пять человек, подготовить их на протяжении какого-то времени и поучаствовать на более масштабном уровне, очень бы хотелось в таком проекте. Ну, всех поздравляю с хорошей борьбой, классный результат, красивые поединки. Ну, у нас явно здесь герой сегодня, который вывез всю команду. Хороший был турнир, поэтому теперь ждем финалиста нашего проекта Львы ТМС. Далее в Львах ТМС. Вас ждет поединок за третье место и финал всего турнира. В первой схватке Ярослав Блажко и Сергей Коркач со знанием дела оценивают предстоящий поединок. Мой соперник Сергей Коркач, мой одноклубник. Сергей может воспользоваться любой ошибкой, он меня прекрасно знает, поэтому нужно подходить на 100% концентрированным к этому поединку. Ярик будет меня недооценивать и буду стараться атаковать, работать первым номером. И, наконец, перед завершающей битвой, спокойствие Романа Непоты и уверенный настрой Константина Шутко обещают незабываемый финал. Мандража нету, я настроен на схватку, мотивирован, все отлично. Сейчас к финалу я покажу в хорошей форме и заряжен на то, чтобы показать хорошую схватку. Львы ТМС. Украинский прайд.